В Луганской области в этом году открыли шесть опорных школ. Одну из них, расположенную в Золотом, Попаснянского района, посетила во время рабочего визита министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Чиновница поблагодарила педагогов, которые продолжают добросовестно учить детей вблизи военных действий и пообещала поддержку школам нового типа. О подробностях встречи расскажет Наталья Войнова. Школа номер пять в городе Золотой находится в серой зоне. Несмотря на близость военных действий, учащихся хватает. В прошлом году было 246 учеников. Со статусом опорной будет более 300 детей, так как присоединили две школы из соседних сел. Мы заменили всю мебель. Нам перекрыли крышу, нам поставили окна. У нас заказали нам все кабинеты, шесть кабинетов. Это кабинет химии, физики, биологии. Все это будет. Нам подвозят, хотя у нас хорошая материально-спортивная база, добавляется все, что можно. Вот и маты привезли, козел, то есть спортивное оборудование добавляется. У нас будет еще один компьютерный класс. У нас меняется полностью оборудование в столовой. Для опорной школы, вот насколько я слышала, было выделено 2 миллиона. Визит министра образования и науки Лилии Гриневич в районе восприняли с волнением и радостью. Для многих это подтверждение того, что чиновники о них заботятся. Педагоги и показывают отремонтированные классы, рассказывают о наработках и планах. Министр не скрывает восторга. Сердце радует, что вы делаете такую школу. И я вам хочу побажать много натхнения и силы и усвязывания от того, что через такую опорную школу дети получают лучший шанс на лучшую освету. Всего на Луганщине в этом году создали шесть опорных школ. Руководитель области Юрий Горбус, который сам начинал трудовую деятельность с должности учителя в сельской школе, считает первостепенным дать хорошее образование всем детям Украины, независимо от их места жительства. Поэтому опорные школы будут поддерживать в первую очередь. Это касается и компьютерного оснащения, и закупки школьных автобусов, и ремонта дорог в школу. Я вижу, что в Министерстве образования и науки нас слышат. И для меня сегодня, как для губернатора, очень важный тот мостик, который был мостик, стал мостом. В октябре Львовская и Луганская области обменяются учителями. По 50 педагогов из каждой области поедут обучать детей в другой регион. Эту идею главы обладминистрации поддержала и министр образования. Наталья Войнова, Илья Трофимов, Падии.